Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться рецептом тортик-пряничек. Торт без выпечки. Его, конечно, трудно назвать тортиком, но и все же это сладкий десерт к чаю. Такой тортик любила моя мама, потому что он делается очень быстро, бесхлопотно, без забот, никакой сложности. Для его рецепта нам понадобится полкило пряников, пол-литра ряженки. Ряженку можете заменить даже кефиром. Пробовала готовить и так. Получается 3 ложки сметанки и пару бананчиков. Возьмите любую форму, можете тарелку, салатницу, застелите ее пленкой. В этой форме будет у нас собираться наш сладкий тортик. Ну что, для начала почистим, порежем бананчик и нарежу пряничек. Ряженку вылью к сметанке, размешаю и будем собирать. Пряник порезала, бананчик нарезала, ряженку все перемешала. Все, начинаем собирать. Берем ряженку со сметанкой, чуть наливаем форму. Это будет у нас первый слой такой. И выкладываем пряники. Особо можете тут и не вырисовать, как положите. Если, конечно, вам очень хочется что-то, чтобы было ровненько, пожалуйста, есть время, можете поизощряться. Я обычно на этом, ну, внимания особо не заостряю. Вот так выкладываю. Можете помельче, можете пряник, если круглый, полосочками порезать. У меня, видели, пряник был творожный, немножко как звездочками, поэтому я его такой формой порезала. Все, первый слой уложила. Теперь опять полили. Можете взять кефир. Кому нельзя много сладкого, возьмите кефир со сметанкой. Ну, я такая сладкоежка, люблю сладкое, поэтому я себе взяла ряженку. Вот так полили. Теперь что? Как вы догадались, банан. Пробовала с киви, мне не понравилось. Кислит и киви сильно размокает. А бананчик прям вот в самый раз. Вот так. Ну, еще сюда положу кусочек и сюда гулечку. Опять гряничек. Потом проливаем ряженкой и опять бананчик. Итак, собираем все доверху. Все, торт доверху я собрала. Все бананчики, прянички. Ну, смотрите. Один пряничек я покрошила в крошечку, а два еще оставила. Когда застынет, украсим. Также разотрем в крошку и сверху присыпем, ну, чтобы краска у нас была. Вот это сейчас сейчас посыпаем наверх. То, что закрывать мы будем в крошечке. Что это у нас сметанка в пироге. Пряничка сметанку возьмет на себя. Привернем в пироге. Это будет вниз. Вверх мы также украсим крошкой. Как видите, он очень прост, быстро готовится. Такой тортик сможет приготовить даже мужчина по-русски. Свою пирогенщину мужчины. Попробуйте, приготовьте. не заботу. Пленочкой закрываем. Вот так. Придавили, чтобы он уплотнился. И отправляем в холодильник. Утром снимем пленку, перевернем и пряничной крошкой посыпем вверх. Пришло время вкусного чая. Ну, что, торт мой настоялся. Я достала его из формы, сняла пленку, посыпала оставшимся пряничком, пряничной крошечкой. И теперь его разрезаем и наслаждаемся. Вот такой он в разрезе. Очень вкусный. Я его делала уже не один раз. Поэтому всем советую, обязательно попробуйте. Приятного всем чаепития!